Здравствуйте всем! Как меня слышно и видно? Пока вижу одного участника. Да, если не видно и слышно хорошо, поставьте, пожалуйста, плюсики, чтобы я понимала, что можно начинать и все у нас в порядке. Ну и немножечко давайте познакомимся. Меня зовут Дергунова Дина. Я представляю принимающую компанию DMS, которая находится в Японии и хочу вам рассказать немножко о том, что делать в Японии зимой и поставить их в горнолыжных курортах. Если можете, так же, пишите немножко о себе, да, откуда вы и были в районе Японии, если вы были, поставьте плюсик, если нет, то минус, чтобы немножко мне ориентироваться, таким образом составить сегодняшнюю нашу систему. Я вижу здесь техническую поддержку, почему-то я слышу себя два раза. Так, ну, ответа пока... А, вот, да, эта проблема исправилась. Я смотрю, что участники у нас отвечают, да, все хорошо видно и слышно. Поэтому давайте, наверное, будем потихонечку начинать сегодняшний разговор о зиме в Японии. Что сделать в Японии можно зимой, как выглядят, что представляют из себя горнолыжные курорты и, собственно, какие программы, какие туры можно рассмотреть для вас или для ваших туристов зимой в Японии. Ну, совсем кратко, да, расскажу, чем заняться в Японии зимой. Это горнолыжка, конечно же, потому что Япония в свое время принимала, как вы, наверное, знаете, Олимпийские игры и горнолыжная база здесь достаточно обширная. И подробнее мы на ней чуть-чуть позже остановимся. Новый год в Японии. Это довольно своеобразное мероприятие, но в то же время достаточно интересное. Тоже немножечко попозже, поподробнее остановимся. То есть этот вариант тоже можно рассмотреть. Япония, как известно, страна гурманов, поэтому, конечно же, есть у японцев особое блюдо, особая кухня, которую можно попробовать вот именно зимой. И стоит это также включить в свою программу. И, конечно же, знаменитые термальные источники, ансены, которых в Японии великое множество. Немножечко тоже о них расскажу, как туда ходить, как ими пользоваться, что это вообще такое, что это из себя представляет. Зимой, естественно, термальный курорт, это как бы must have. Ну и вопреки распространенному мнению, что вот самая красивая сакура и вообще цветение происходит где-то в апреле, на самом деле уже в феврале можно наблюдать в парках не менее красивое цветение сливы. На самом деле даже сложно отличить, есть целые инструкции, как по лепесткам отличить сакуру от сливы. И также есть регионы, где можно посмотреть раннее цветение ранней сакуры. Вот все это стоит обязательно включить в зимние программы. И это то, ради чего стоит в Японию поехать, в том числе и зимой, а не только в общепринятые и самые популярные сезоны, которыми у нас являются сакура и сезон кленов, момичи. Значит, что касается лыж в Японии. Почему стоит выбрать эту страну для горнолыжного отдыха? Ну, Япония славится прежде всего пудровым снегом, но особенно любят его сноубордисты. Достаточно длинный сезон, страна вытянутая, да, можно посетить курорты на северо-востоке Японии, которых, где горнолыжный сезон длится по май. Достаточно разнообразные курорты, разнообразные горы. Япония вообще гористая страна, где-то около 80% страны занимают горы, поэтому на любой уровень катания, на любой интерес туристов здесь можно найти горнолыжный курорт. Мы их поподробнее попозже разберем. Там достаточно много информации. Я, наверное, не буду очень сильно на ней останавливаться, но вкратце постараюсь кратко самое интересное, самое главное вам рассказать. А очень подробно вы уже сможете дальше почитать и посмотреть самостоятельно. В Японии достаточно комфортные температуры, да, по сравнению с близлежащими странами, с той же Кореей, где зимой температуры минусовые. В горах, да, это минус 10, там доходит. В Японии это где-то минус 2, ну, то есть очень такие мягкие, да, температуры для горнолыжного отдыха. Ну, и, как я уже упоминала, Япония принимала Олимпийские игры, поэтому в горах Нагана осталась горнолыжная база, та самая олимпийская, которая сейчас успешно используется и для горнолыжного отдыха. Совмещается прекрасно горнолыжный отдых с посещением термальных источников. Практически все горнолыжные отели имеют свой источник. И после, значит, вот такого нагруженного нагрузки на мышцы, посещение термальных ванн, конечно, это, ну, большая помощь для тех, кто катается, потому что мышцы расслабляются, отдыхают, и вы можете кататься больше. То есть вы можете кататься и на следующий день, да, не делать какие-то там большие перерывы. Что касается цен, то цены сравнимы с европейскими, да, с альпийскими горнолыжными центрами. Вот, ну, и примерно какие курсы стоит использовать, также мы вам немножечко здесь сделали такую подсказку. Да, здесь вот я смотрю уже комментарии пишут. Кстати, про комментарии хочу сказать, что в конце я читаю и постараюсь ответить. Ну, если что-то увижу по ходу, то по ходу тоже буду стараться отвечать. Очень приятно видеть и знакомых, и новые лица, конечно, очень приятно познакомиться. Вот, основные горнолыжные курорты расположены на Хоккай, да, в префектурах Нагана и Ниегата и в регионе Тахоку. И немножечко я не буду все подробно рассказывать, потому что очень много информации, как я уже сказала, вы можете потом очень подробно посмотреть, почитать. Такой вот вам прям полезный мануал мы постарались составить. Ну, как бы расскажу о каких-то самых таких вот важных вещах. Хоккайдо – это самый северный остров Японии. Наверное, вы знаете, да, что прилетаем мы на остров Хансю. Это центральный остров. И для того, чтобы попасть на курорты Хоккайдо, нам нужно еще сделать перелет уже внутри страны. И достаточно много, ну, самое большое количество снега, который выпадает в Японии, естественно, выпадает на севере, на Хоккайдо. Ну, наверное, вы слышали самый такой большой, самый известный, наверное, самый популярный курорт в Японии. Горнолыжный как раз находится на Хоккайдо и называется он курорт Несека. Это три больших курортных зоны, соединенные между собой, с хорошими видами. И здесь как раз вот тот самый пудровый снег, да, о котором я говорила. Ну, что стоит сказать о курорте Несека? В Несека есть несколько отелей и шале, и очень популярные сейчас бутиковые отели, которые можно предлагать VIP-туристам. Есть сервисы, достаточно развитые для туристов высокого уровня. Есть отдельный комплекс торговый, да, где можно приобрести товары люксовых марок. Ну, то есть, если вы рассматриваете Несека, особенно Несека, регион Несека-виллэдж, это будет по цене больше места для VIP. Вот стоит его рассмотреть и предлагать. Также на Хоккайдо вообще и в Несека в частности работает достаточно много иностранцев, у англоговорящих, потому что этот курорт особо популярен у англоговорящих туристов из Австралии и из стран Европы, которые туда приезжают. В соответствии с этим достаточно много сервисов именно с английским языком. Да, вот про каждый курорт мы вам сделали информацию, какой можно приобрести скипас, сколько трасс, какой уровень для начинающих, для средней сложности или повышенной сложности и какая, собственно, длина, да, вы это можете тоже все подробно посмотреть. Я на этом подробно останавливаться не буду. Ну, и также отдельным слайдом мы дали информацию о том, что можно сделать после катания на лыжах, да, априски, вот здесь написано, и какие, собственно, экскурсии от этого курорта можно предложить дополнительно туристам, которые, ну, не каждый день катаются, да, или приезжают с семьей, и семье тоже нужны какие-то развлечения. Что касается курорта Несека, то здесь есть и термальные ванны, термальные ванны практически везде, но они даже не стоит останавливаться. Достаточно развиты здесь прогулки на снегоходах, снегоступах. Вот тот как раз торговый комплекс с бутиками местных и международных брендов. И такой большой достаточно поселочек с ресторанами, барами, где можно попробовать японскую кухню и местные морепродукты, потому что Хоккайбе в том числе еще славится своими морепродуктами, либо барбекю. Курорт Фурана в основном предназначен для семейного отдыха. Сезон здесь длится с декабря по май. Также, поскольку курорт семейный, в основном здесь трассы для начинающих и для средней сложности катания. Самая длинная трасса здесь 4 километра. В Фурана развлечения достаточно спокойные, также много ресторанов и баров. Ну, здесь больше развлечения такие более спортивные, какой-то там сноу-рафтинг, рыбалка, снегоходы и опять же оздоровительные источники. То есть здесь, если у вас туристы начинающие, им не требуется какой-то сложный горы, какого-то особого катания, то вот, пожалуйста, рассмотрите Фурана. Еще один известный достаточно курорт и достаточно крупный на Хакада называется Русуцу. Русуцу более любим, да, молодежью. И как бы сюда едут более молодые. Здесь больше развлечений именно вечерних. И также предлагается вечернее катание. Вот, но трассы уже средние, либо повышенной сложности, потому что горы здесь повыше, да, и тоже достаточно большой комплекс. Здесь есть искусственный крытый бассейн. То есть комплексом в Русуцу еще особенностью является то, что здесь стоит отель, собственно, один, да, но построенный в виде такого комплекса башен. То есть не отдельные маленькие, небольшие какие-то бутиковые отели, а большой, огромный комплекс, в котором, ну, достаточно много таких развлечений, да, вот термальные ванны, крытые бассейны. Все это в одном, собственно, отеле. Если у вас клиенты не хотят куда-то там далеко переезжать, и хотят, чтобы все находилось вот в комплексе в одном, то стоит рассмотреть Русуцу. Саппоро-Тейне, чем он интересен, да, туристам, это самый ближайший курорт к Саппоро. То есть все, что до этого мы рассматривали, это где-то 2-3 часа езды от города Саппоро. То есть туристы будут жить достаточно удаленно. Они не смогут приезжать в город вечером, выезжать. То есть все развлечения у них будут там на месте. Что же касается Саппоро-Тейне, то здесь нет места для размещения, здесь нет своего отеля, но очень удобно и близко ехать от Саппоро. То есть можно проживать в Саппоро и приезжать сюда. И также здесь есть одна из зон, которые вот использовались для Олимпиады, в частности олимпийские трамплины. Ну и также этот курорт больше для новичков и для среднего уровня катания. И переходим уже мы от Саппоро к центральному региону Японии, как я уже говорила, да, олимпийский район, где проходили Олимпийские игры, регион Нагана. В основном база горнолыжная стала здесь, ну и также на территории префектуры Ниегата, поскольку здесь стоят, здесь расположены горы, и здесь поэтому предлагается достаточно много разнообразных курортов. Какие из них основные? Ну, те, которые у вас, наверное, на слуху, да, всегда это курорты Хакуба и Наэпа, но я сегодня вам расскажу и покажу еще несколько вариантов, которые тоже достаточно интересны, и кроме вот самых известных тоже их стоит рассмотреть. Что из себя представляет Хакуба? Хакуба – это соединение нескольких горнолыжных центров. Это не какой-то единый комплекс, да, где вот заехал, собственно говоря, и там живешь, да, на территории. Нет, но Хакуба хороша тем, что можно переезжать с одного горнолыжного центра на другой. То есть здесь продают билеты на пять разных зон, между которыми вы можете перемещаться на таких вот шаттл-автобусах. Они достаточно часто ходят по определенному расписанию. То есть если вы живете, например, да, на курорте Хапован, вы можете переезжать на курорт Горю и так далее, либо на картину, и попробовать катание на разных вот частях этого горнолыжного курорта. Но в Хакуба, соответственно, поскольку все расположено в разных местах, нет какого-то большого, да, крупного отеля. Все отели здесь достаточно небольшие, и они разбросаны по разным сторонам горы, и очень мало у кого есть, собственно, инский, да, ски-инский аут, то есть можно на лыжах зайти и выйти, выйти из отеля и зайти в отель. То есть здесь все время туристам придется ездить, все время на шаттлах перемещаться где-то по 15-20 минут. От отеля до горы обратно, до другого курорта и обратно. То есть это вот такого плана будет катание. Это обязательно нужно учитывать. Очень сложных гор в Хакуба нет, но есть определенные трассы для могла, и также здесь очень любят пудровый снег. Больше для, конечно, сноуборда. Это курорт, но и для лыжников также он достаточно популярен. Особо развлечений, да, в Хакуба каких-то или мест для посещения рядом не предлагается. Можно отсюда съездить к знаменитым снежным обезьянам, есть англоязычные экскурсии регулярные, которые проводятся. Ресторанчиков не очень много, в которые можно вечером пойти, то есть какой-то большой такой деревни, да, или комплекса, куда можно вот выйти и там все это найти. Нет, есть только небольшие заведения, которые достаточно рано закрываются, поэтому стоит рассмотреть здесь отдых все-таки с питанием и с ужином. Ну, естественно, есть те же снегоступы, есть и сноумобили, да, на которых можно покататься. Вот, ну, так как бы особо какой-то большой, да, экскурсионки в свободное время нет. И, опять же, вообще вот горы Нагана, да, и Нейгата префектура достаточно удалены от Токио, если ехать на машине, да, на автобусе, это где-то 4 часа, поэтому предполагать, что вы вот будете жить на горнолыжном курорте и как-то перемещаться, ездить в какие-то крупные города вечером не стоит. То есть так нужно распланировать отдых, чтобы у вас был, как бы, вариант посмотреть эти города уже позже или до отдыха, или после. Таким образом. Достаточно интересный курорт Сигакоген, который тоже предлагают очень хорошие горы, но он не очень на слуху, да, они его не так часто спрашивают, но вот он как раз находится очень близко к курорту, к знаменитым термальным источникам, где проживают снежные обезьяны. Поэтому, если туристы хотят туда съездить, рассмотрите курорт Сигакоген. Здесь катание предлагается для более такого продвинутого уровня, вот, ну и также есть кафе и рестораны, но тоже не очень много, и в основном здесь стоят не какие-то большие отели, а такие больше гостевые дома в японском стиле, да, и то, что называется Менщуку, где вообще можно пожить еще и с хозяевами, да, то есть Менщуку, хозяева этого маленького отельчика, они, ну, как правило, небольшого, да, проживают. Также, ну, естественно, отдельно в отдельных комнатах, внутри дома они сами занимаются приготовлением еды, то есть они готовят вам домашнюю кухню на завтрак и ужин, убирают комнаты, и вот такого, более такого традиционного стиля, да, у вас будет отдых. Вот это как раз курорт Щигакоги. Очень популярный среди японцев курорт Мёку, там целых 9 различных зон, но между ними нет шаттлов, да, вот мы говорили про Хакубу, поэтому если ехать Мёку, то нужно уже выбирать, какой район, но если у вас туристы как бы ездят там часто, да, либо хотят повторить поездку, то вот этот курорт достаточно интересный, потому что там все части, они какие-то разные. Тоже вот рекомендую рассмотреть. Про рестораны, да, ну, примерно то же самое, то есть здесь стоит уже брать все-таки отели с ужином, потому что ресторанов не так много. Надзава Ансен достаточно тоже знаменит среди японцев, то есть кроме того, что это горнолыжный курорт, это известный в Японии Ансен термальный источник с очень большой историей. И здесь на территории городка нужно посещать вот эти вот термальные источники небольшие, да, там их порядка 20, наверное, по карте, вот можно их все посмотреть, и они все предлагаются бесплатно. То есть вы можете оставить какую-то, какие-то деньги на обслуживание, если хотите, там стоит специальный ящик, но в принципе, кроме того, что вот у вас будет термальный источник в вашем отеле, вы можете ходить еще в знаменитые термальные ванны именно вот этого курорта Надзава Ансен, который появился здесь еще в восьмом столетии. И также здесь есть очень интересное место, где варят овощи, варят яйца в Ансене местные жители. То есть вода настолько горячая, что в ней можно готовить пищу на пару, либо вообще варить, погрузив вот специальные сеточки. То есть это достаточно интересное мероприятие. Этот курорт очень рекомендуется для тех, кто хочет прикоснуться к традициям, именно традиционно посмотреть Японию, плюс покататься на лыжах. Достаточно интересно. Вообще сам горнолыжный курорт, он находится выше городка, и туда сделан специальный эскалатор. То есть вы, получается, весь курорт проходите и поднимаетесь по эскалатору и оказываетесь уже на горе. Но дальше, естественно, подъемники, то есть еще выше. Вот таким образом сделано соединение. На Дзава Ансен достаточно много ресторанов и бар. То есть здесь как раз можно пожить без ужина. Ужина брать не обязательно, потому что вечером городок оживает, и здесь очень интересно походить и попробовать местную кухню. Следующий курорт, который тоже стоит рассмотреть, вот его стоит рассмотреть для туристов с детьми. Это курорт Наэба. Он отличается от Хакуба, от всех остальных курортов тем, что здесь как раз стоит один большой отель, состоящий из большого количества из четырех основных корпусов. И вы, получается, заезжаете в один отель, и все уже будет в нем. То есть в нем много ресторанов, в нем там есть детские развлечения, в нем прокат лыж, в нем прокат оборудования. Все полностью в одной зоне. Но, естественно, корпуса немножечко отличаются между собой, поэтому тут стоит тоже интересы ваших гостей рассмотреть. И на курорте Наэба предлагаются вечерние катания, и в Новый год предлагаются некоторые развлечения, такие как фейерверк и специальные туры, экскурсии, вот именно для того, чтобы отметить праздники. Ну, про праздники я немножко потом остановлюсь. Поподробнее, значит, в Наэба очень, да, вот здесь как раз перечисляется, что есть салоны красоты, тоже крытые бассейны, массажные салоны, спортивные сувенирные магазины и комплекс спортивных развлечений, да, где можно бильярд, настольный теннис поиграть, все будет внутри одного отеля. То есть, если туристам такой вот тип отдыха ближе, то стоит, конечно, предлагать Наэба. И также здесь очень много ресторанов именно в самом отеле, поэтому тоже ужин набрать не обязательно, который в Японии, почему я так останавливаюсь на ужин, потому что если вы берете отель с ужином, то это будет, ну, так ощутимо, в деньгах, да, дороже. Поэтому тут нужно еще смотреть по бюджету, если, ну, в некоторых ситуациях без ужина брать категорически нельзя, потому что поесть просто будет негде, либо все будет там рано закрываться и так далее. Вот еще несколько таких не очень известных, да, курортов, но обладающих какими-то изюминками. Курорт ЗАО известен своими деревьями, которые называются снежные монстры, да, поскольку они находятся на очень большой высоте, то не вырастают до каких-то там высоких, не становятся очень высокими, и зимой вот эти деревья облепляют снегом и получается очень красивая картина. Но что интересно, да, что вернусь немножечко назад, на посмотреть на эти деревья, для того, чтобы на них посмотреть и прогуляться, особенно красивое, потрясающее зрелище зимой, да, когда голубое небо, то есть хорошую погоду, и вот этот контраст этих белых деревьев с голубым небом, это просто незабываемо. Также здесь очень широкие трассы, очень мягкий снег, очень длинный сезон на этом курорте, потому что у него как бы две части, и он разделен на половину, то есть один подъемник идет до середины, и потом еще второй. Если вот уровень до середины уже достаточно тепло, и снег тает, то выше еще можно кататься достаточно долго, практически до апреля. То есть вот этот вот курорт. Очень интересно, что хотел сказать, что посмотреть на снежных монстров можно не обязательно, если вы катаетесь. Есть специальный подъемник, есть специальные снегоступы, которые даются в аренду, и если у вас там член семьи, или вы сами не катаетесь, вы можете на этом подъемнике подняться, и там сделана по хребту специальная прогулочная трасса, по которой можно прогуляться, и вот эту красоту посмотреть даже без катаний. Снегоступы тоже очень популярны, есть много разных маршрутов, куда можно пройтись, погуляться. И также на этом курорте есть отели ски-ин, ски-ау, непосредственно на высоте начала горнолыжного курорта, а есть отели внизу в городке. То есть здесь тоже нужно учитывать вот этот момент, когда вы выбираете отель, что вашим туристам удобнее. В городке, конечно, больше вечером будет ресторанчиков, куда пойти, но на горе будет удобнее тем, кто именно катается, и там приехал на несколько дней, и хочет больше времени уделить именно катанию. Вот это курорт-зао. И еще один, самый северный, давайте, наверное, уже последний рассмотрим, потому что времени достаточно у нас быстро идет. Это курорт Апикоген. Он находится довольно-таки далеко, наверное, самый удаленный, если мы рассматриваем Хансю от Токио, поэтому не очень часто туристы до него доезжают, но здесь очень длинный сезон. Отель Ана, сеть Ана, не так давно выкупила сам, собственно, курорт. Вот этот отель, который раньше назывался Апи, одноименно, да, с курортом. Но сейчас здесь предлагается отдых 4-5 звезд. И сезон, даже когда уже в Нагана закончен, можно рассмотреть как раз этот курорт. Он очень большой, много трасс. Здесь такие тоже большие достаточно горы. Если у вас туристы хотят приехать на конец марта-апрель, то лучше уже им предлагать ехать именно сюда. Потому что на самом Хансю, да, в Нагана, уже снег будет такой достаточно мягкий и рыхлый. Конечно, это все зависит от, собственно, сезона, да, и погоды, да, в каком-то, не от сезона, именно от погодных условий, потому что, ну, пойдет потепление, и вот каждый год все теплее и теплее. В последнее время, ну, можно, да, если там брать на конец марта, можно не попасть в хорошую погоду. Поэтому вот тут вот стоит рассмотреть все-таки курорты, которые расположены более на север, да, дальше на север по острову Хансю. Но тут не нужно перелетать никуда, не нужно никуда лететь. Достаточно, да, долгий переезд. И отель, опять же, большой комплекс такой. Все в одном тоже отеле будет. Вот, и немножечко еще остальных курортов вы уже можете, да, почитать самостоятельно. Они более такие мелкие. Значит, что расскажу о тех моментах, в которых мы останавливались в начале, что из себя представляет вообще зимний отдых в Японии. Поскольку вдоль Японии проходит теплое течение, зимой в Японии очень тепло. Ну, температура в Токио, да, средняя, где-то плюс 10 градусов, чтобы вы могли оценить. Поэтому достаточно комфортно отдыхать. Снег в Токио, Осако, ну, в Киото выпадает, может быть, два раза в год. А так снега нет. Очень тепло, очень комфортно. И достаточно такой хороший, приятный сезон. Как отмечают японцы Новый год? Японцы не празднуют, так как в Европе нет каких-то грандиозных гуляний, веселья, фейерверков. Достаточно рано японцы ложатся спать. И принято в рассвет встречать в храме первый луч солнца и приобретать такие амулеты либо предсказания, которые потом будут действовать весь год. То есть Новый год вы будете отмечать достаточно традиционно. Это не какие-то бурные гуляния, но это знакомство с японской традицией и культурой. Ну, конечно же, стоит посетить термальные источники ансена зимой. Они особенно прекрасны. Это вообще тоже часть, огромная часть культуры Японии. В крупных городах и практически во всех парках страны зимой устраиваются специальные иллюминации. То есть используются сейчас лет-лампы, делаются специальные инсталляции, приглашаются дизайнеры. И такие очень интересные проекты. Естественно, в Токио, в Осаке это более зрелищно. Где-то в городках поменьше, чуть менее. Но все равно очень интересно. Обязательно вот эти иллюминации. Они начинаются где-то еще в декабре-ноябре и заканчиваются в феврале. То есть весь такой длинный сезон. Зимой в Японии проходит сезон распродаж. Достаточно крупный. На сам Новый год существует система таких, называется счастливый пакет, когда вы приобретаете на определенную сумму набор. И этот набор, он стоит дороже. И может стоить в 2-3 раза, в несколько раз дороже, чем те деньги, которые вы заплатили. Ну, такая своеобразная зимняя лотерея. Цветение сливы, на которой я останавливалась в парках, тоже очень красиво, очень похоже на Сакуру. Можно обязательно включить вот такие парки в программу. Ну, и опять же, это сезон специальной зимней еды, которую стоит попробовать. И тут более подробно тоже вы можете посмотреть, почитать про именно традиционное празднование Нового года. Но что нужно отметить, что с 29 примерно декабря по 6 января в Японии проходят новогодние праздники. Несмотря на то, что гуляния какие-то такие веселые отсутствуют, все равно японцы все отдыхают. Японцы обязательно ходят в храмы. И в этот период будут очень дорогие отели. Цены будут высокие, и людей везде будет достаточно много. Что касается магазинов, да, там и ресторанов, то многие, именно вот в этот период, по 3 января, многие закрываются. Поэтому тоже нужно обязательно внимательно проверить время и даты открытия и закрытия тех объектов, которые вы собираетесь посетить именно вот на сам Новый год. В наших программах мы предлагаем отмечать Новый год традиционным шоу барабанов, которые имитируют, да, символизируют те самые 108 ударов колокола в буддийском храме, которыми, собственно, японцы ознаменуют, да, переход с одного года на другой. И ровно в 12 часов ночи вот как бы в Токио тоже и в Осоко такие храмы можно посетить. Если вы пойдете в буддийский храм, практически везде такая традиция будет соблюдаться. Но так как в храмы ходить сложно ночью, и народу очень много, можно посетить шоу барабанщиков и такую вот атмосферу тоже ощутить. Про ансены немножечко, да, что это такое. Конечно, думаю, многие знают, но очень многие в то же время заблуждаются и считают, что ансены можно посещать в купальниках. Это совершенно не так. То есть это азиатская традиция. Ходят абсолютно голыми, но в ансенах не моются при этом, а только греются. Когда вы заходите, вы можете взять с собой небольшое полотенце, им прикрываться и убирать его, когда вы заходите в термальный диван. Но после того, как вы зашли на территорию ансена, вам сначала нужно принять душ и потом уже посидеть вот в этих вот именно термальных минеральных ваннах. Если в Японии написано ансен, это обязательно будет минеральная вода. То есть это термальные источники. Геотермальные источники, они есть разные. Есть натриевокалиевые, есть с содержанием железа, эстрадоновые. Соответственно, в каждом источнике будет разный эффект на вашу кожу. И почему японцы любят ездить в разный, потому что каждый немножечко отличается, имеет какие-то свои особенности и, конечно, очень благоприятен для здоровья. Но в японских ансенах очень плохо относятся к татуировкам, потому что татуировка до сих пор является символом криминальных группировок в Японии. И многие ансены по традиции вход людям в тату запрещают. Но что делать в этом случае? Во многих есть частные купальни, которые вы можете арендовать, и там вас никто не увидит, и спокойно наслаждаться. Этого она будет поменьше, но, тем не менее, она также будет красиво стилизована, и можно заплатить где-то за 40 минут и сходить. И также есть сейчас специальные водонепроницальные пластыри достаточно большого размера, которые также можно наклеить. В некоторых ансенах, которые строятся сейчас, открываются в настоящее время, уже такие пластыри начинают предлагать, потому что достаточно много едет европейцев, иностранцев, которые где-то ту не являются каким-то таким запретным элементом, очень популярны и являются частью культуры. Там уже это понимают и предлагают. Поэтому есть некоторые варианты обойти вот это правило. Но нужно о нем знать и обязательно предупреждать ваших туристов о том, что есть такая особенность. Дальше немножечко фотографии иллюминации. Все парки практически предлагают зимой, особенно цветочные парки, потому что цветов не так много, поэтому заменяют и привлекают к себе таким образом гостей. Уже я и говорила, что зима – это огромный, большой сезон распродаж. Можно очень удачно что-то купить. Есть цветение сливы ранней сакуры. Слива практически, дерево не отличается от сакуры, отличается только формой лепестка. Если вы, ну, лепесток сакур, он такой раздвоенный немножко. Поэтому если вы не знаете, не отличите по красоте, можно подешевле посмотреть фактически такую же красоту, как уже позже на сакуру будут высокие цены. Что можно поесть в Японии зимой? Ну, интересные в основном блюда, которые представляют из себя какие-то кастрюли со специальными бульонами. Обязательно мраморное мясо блюдо. Сябу-сябу, да, это традиционно японское, где варятся овощи и вот это вот тоненько нарезанное мясо, которое просто окунается на несколько секунд и потом можно кушать. Одна еще есть родновидность такого же блюда – набы. Ну, там уже не варится отдельно мясо, не окунается, а варится все вместе. Зима – это сезон крабов, то есть обязательно стоит попробовать крабов. Везде будут предлагаться оден. Это на шпажках, да, такие маленькие вот закусочки в бульоне. Ну и на сам Новый год очень популярное блюдо – это соба гречневая лапша. Японцы гречку не едят, но вот гречневую лапшу очень даже с удовольствием и везде можно найти. Чем еще интересна Япония именно для зимнего отдыха, потому что зимой в России проходят детские каникулы и многие могут взять с собой детей. В Японии как раз есть большой спектр парков, куда можно приобрести это билеты и вот с детьми с удовольствием поехать. Ну, конечно, Диснейленд, Диснейси, это, конечно, Инверсал Студиус, которая сейчас расширяет свой новый комплекс Марио. Это и парк Легулэнд в Нагое, при котором есть отель, тоже очень большой. Это и новый парк Гарри Поттера, это и музей студии Гибли для любителей аниме, и это также новый парк студии Гибли, который открылся в Нагое. Тоже там несколько больших зон, и туда стало попроще приобрести билеты, чем вот раньше музеи мы с очень большими сложностями покупаем. Ну, что касается парков студии Гибли, тут нужно знать, что билеты приобретаются определенного числа каждого месяца. И если вы вот в это число не успеваете, то, как правило, билеты за один-два дня очень быстро разбираются. Да, вот тут как раз вопрос про меню для детей. Практически все рестораны в Японии имеют детское меню. Оно достаточно европеизированное. Вообще японская кухня, она не острая, не сильно, да, сладкая, не резко соленая, нейтральная. Поэтому, в общем-то, дети могут спокойно кушать. Ну, и кроме того, можно везде для маленьких детей выбрать именно детское меню. Оно так и называется детский обед. Да, независимо от того, это обед или ужин, там будет, ну, конечно же, рис, либо лапша-удон, которую дети тоже с удовольствием едят. Такая домашняя, да, толстая лапша, будут сосиски, будет йогурт, будет сок, ну, еще какие-то будут там сладости на десерт. Примерные цены на входные билеты. Сейчас в связи с коронавирусом, да, практически все парки перешли на онлайн-билеты. Но в связи с тем, что кредитные карты российские использовать нельзя, то мы приобретаем, да, эти билеты для туристов, которые к нам едут. В парке Диснейленд сейчас билеты где-то 80 долларов стоят. Достаточно, ну, сильно подняли сцены на Universal Studios, но там предлагается несколько вариантов. Дорого, если вы будете брать FastPass, то есть для быстрого прохода. Вот эти билеты, они достаточно сильно подорожали, то есть с билетами FastPass, это где-то 200 долларов на человека на посещение парка вам нужно планировать. Если без FastPass, то также это 70-80 долларов на человека будет стоить билет. Ну, и в парке там Гарри Поттер, Лега Ленд, они уже стоят поменьше, 30-50 долларов, более мелкие. И, соответственно, цены поменьше. Ну, практически все, да, только онлайн. Если есть с рубежной картой, то проблем нет. Если плюс сейчас появились несколько сайтов официальных перепродавцов, типа Клуг, которые вот тоже эти билеты продают и в иностранной валюте, и высылают ваучеры, достаточно удобные, да. И в конце немножечко про развлечения для тех, кто едет на горнолыжный курорт или не едет. Зимой вот как раз можно посмотреть на тех самых снежных обезьянок, которые купаются в ансенах. И что, какие туры мы предлагаем. Сейчас уже буду, наверное, завершать. Достаточно долго мы с вами уже. Я постаралась покороче, но информации много, поэтому вот уже почти 50 минут мы с вами беседуем. Значит, мы предлагаем сборные туры для клиентов, для туристов. Вы можете присоединять к ним от одного человека, не обязательно собирать свою группу. Причем у тура составляются по принципу пирамиды, да. Начинается с Токио, потом добавляется Киото-Осака, потом добавляется западная часть Японии, это Хиросима, остров Миаджима, где тоже олени, да, как в Наре, живут. И зимой еще мы предлагаем добавить к этому регион. Нагана, это так называемые японские Альпы. То есть в зависимости от бюджета туриста, от его пожеланий, от сроков, он может поехать на первую часть тура, либо его уже там дальше продлить. Соответственно, в начале группы тоже собираются побольше, ну и более, естественно, продленные туры уже для таких туристов, которые либо уже были в Японии, хотят что-то новое посмотреть, ну либо хотят приехать один раз и посмотреть как можно больше. Вот, ну как я уже сказала, от одного человека можно присоединять, все комиссии мы включаем в наши программы, и агентские, и туроператорские тоже у нас есть различные. Плюс у нас есть онлайн-система бронирования, вы можете ей воспользоваться, и также мы можем прислать материалы для того, чтобы вы загрузили в ваши системы, если они у вас есть. Ну и мои контакты, пожалуйста, пишите. Спасибо большое за внимание сегодня, спасибо, что так много времени уделили нашему вебинару. Надеюсь, что информация была и будет вам полезна в работе, и если еще какие-то дополнительные вопросы у вас возникнут, кроме тех, что мы сегодня разобрали, пожалуйста, мы всегда рады и будем очень рады встрече в Японии. Сейчас я еще минуточку, вот кто-то пишет, подожду вопросы, и если уже вопросов у нас... А, можно ли... Могут ли агенты напрямую сотрудничать с нами? Да, агентства могут сотрудничать. Если у вас есть возможность оплаты, то да, пожалуйста. Телеграм-канал, да, у нас есть телеграм-канал, также называется FreeGate Japan. Там тоже мы достаточно много информации выкладываем про Японию, интересную в том числе и для туристов, и для агентств, и туроператоров. Оплата для агентств. У нас есть возможность принимать оплату в валюте в Японии, либо в рублях на территории России. Наверное, вопросы уже все. Да, еще раз спасибо большое за внимание, спасибо, что столько времени много сегодня делили, и надеюсь, что моя информация будет полезна, и буду рада встрече обязательно. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok